Смерть и смерть поправ Висущий в округе живот дарован Христос воскресе из мертвых. Смерть и смерть поправ Висущий в ограбежье, вот дорога. Христос, воскресе из мертвых смерти в смерть поправ. Висущий в ограбежье, вот дорога. Господи, благослови и дать будь милости. Нам Тебе слава, и Тебе Бог. Аминь. Так, я объявлял уже сегодня, как бы у нас такое внестередное, собрание деревенское. У нас по уставу было, значит, принято так было, что день деревни всегда отмечать, рождение деревни. Первое воскресенье после 14 мая. Спрашивают, почему после 14 мая? Потому что 14 мая в 1991 году я приехал, со мной была Надежда Васильевна и Валентина Афанасьевна. Мы приехали в 4 часа дня на поезде с Барнаула, вышли на разъезде. С собой я вез в Киргизии, было хозяйство 8 гусят, маленькие гусята были, и две курочки и петушок декоративные, маленькие. Это я привез в Киргизии. И вот мы вышли, дошли сюда, уже было часов, наверное, 5-6 час вечера, там под Березой. Мы помолились и пришли на место, где лагерь сейчас. И там разбили палатку. И я сразу пошел на Улево искать корову купить. Там договорились, чтобы посмотреть, чтобы утром мы с Надеждой Васильевной рано утром встали в 4 часа, пошли за коровой. И мы купили корову, малина корова, красивая была корова. Такая, сейчас потеряевки нет таких, рога такие загнутые были. Она всегда идет такая, красивая просто была. В обед мы уже ели свое молоко, к обеду было. Вот поэтому решили так, чтобы всегда 1 воскресенье, после 14 мая праздновать день деревни, рождение деревни. Но в этом году случилось в воскресенье 14 мая, поэтому 14 мая у нас будет день деревни. Вот. Собрание к тому, чтобы мы как-то согласовать, посоветоваться, как отметить этот день. Вот. Лучше. Гости будут. Может быть, дорога будет, то гости будут много. Я решил там кого деревенских, бывших жителей пригласить. Пригласили митрополита Сергия Барнаульского. Он пообещал на слово, что приедет, если не будет никаких особых препятствий. Может быть, там вдруг вызвать его, сенот или что, но обязательно приеду. Местного айтийского Солгородского пригласил, я позвонил, но он говорит, у меня намечена поездка в Москву, я уже не могу. Ну, так не так, но поверим, что отговорился, что нет. С отчетом с каким-то едем. Ну, вот так вот. Как нужно будет принять гостей. Нам, сестры, подумать, уже осталось немного. Трапезу какую приготовить, что какой-нибудь, хотя бы небольшой там сохранить, что и пасхальный концерт, может быть, и что-нибудь еще приготовить, чтобы гостей порадовать. может быть, как и в прошлом году было, организовать как бы небольшую ярмарку. Что-то, что-то приготовили. Может быть, из продукции своей, там, из домашней, что это, в поделки какие-нибудь. Ну, если люди будут посторонние, то, может быть, что-то и заинтересуются этим. Ну, вот так вот. Как, давайте этот, что, кто что скажет к этому? Какие будут? Пожелания, предложения? По поводу праздника все понятно? А? Все понятно вроде по поводу праздника. Да, ребятишек мало, какой будет, что концерт сильно? Нет. А почему ребятишки? А почему взрослых станет? А почему надо взрослые, что ли? Взрослые, почему бы нет? Какие-то известные там песни. Почему? Со взрослыми надо. Игорь уехал? Угу. Уехал. Со взрослыми не только дети. Почему дети? Конечно, кого там пять человек? Семь. Семь? Да. Семь. Ну, понятно. А, конечно. Ха. Семь. Ну, вот так вот. Так, ну что? Никто, никаких предложений нет? Что хочешь сказать? Говори. Угу. Ничего. Ничего. А тебе, мол, все сказать хотел. Синий Божий, помилуй нас. Вот так вот. Ну, то, что я говорю относительно трапезы, да сестры, это отдельно уже обсудить надо будет. Что там и как приготовить что-то. Вот. то, когда поедем в город, чтобы взять продукт, чтобы гостей-то как-то встретить так, чтобы уже, да. Теперь напоминаю еще раз, хотя об этом как-то и говорили уже, но уже сообщение есть по средствам массовой информации, что, особенно на Востоке, во многих местах идут, как всегда, пожары. И пожары, почти 100% пожары случаются от того, что фермера жгут поля, дачники мусор, жгут там жители какие-то, жгут мусор. Больше всего пожары, как свидетельствует сотрудники МЧС, все пожары от этого начинаются. Редко, которые бывают пожары, которые загорелись там, ну вот каких-то, молния ударила там, или бывает там брошенная бутылка там, когда там, ну, солнце попадает, и как бы вылечительное стекло получается там и загорается. Это редко очень, вот. А больше такое, что вот халатность, начали разжечь там что-то, мусор сжечь. Поэтому прошу всех быть очень внимательны, чтобы у нас никаких поджогов мусора не было. Да я потихоньку как-нибудь, потихоньку начал дунул ветерок и перенесло туда. А когда есть ветер, то пожар, говорит, движется со скоростью такой, там, несколько километров в час сразу кидает так, что если сухая трава там и прочее, там ничего не успеете. А у нас уже были такие предпосылки, что случайно только не сгорели. Что там, маленький ребенок что-то решил там поджечь, что-то солома загорелась. Ну, свидетели этого есть, на картошке были, здесь рядом, успели затушить. Детям доступ к спичкам вообще запретить и как-то, ну, сказать, что они этого даже боялись. У нас как-то наши родители вот были, боялись пожара, боялись. И даже такое было, что вот гнезда, ласточки лепят гнезда. И бывает так, что у него в сарае, раньше сараи это не такие, как были у нас там, ну, там низкие. И он буквально заходишь на крыльцо, можно рукой достать пенцов там из гнезда. Но родители говорили, ласточку нельзя трогать. У ней под грудкой она носит огонь красный, у нее красная грудка там. Носит огонь, если возьмешь, то дом сгорит. Поэтому ласточку никогда не трогали. Воробья можно было там разгореть еще что-то, попортить гнездо, но ласточку никогда не трогали. Боялись пожара, нельзя. У нас пожар был в деревне, это было зимой, даже где живут сейчас яничуки, жили шерстобитовы здесь. И у них были гости какие-то там, ну, видать, пьянка была что-то и загорелась. Сгорели лошади, коровы, сгорели. Были там свиньи, овцы, все это жареное лежало в сарае потом. Это был год 57-58, где-то так. А зимой что там? А я водовозом был, возил воду на телятни. Учиться не пошел в восьмой класс. Отец говорит, не хочешь учиться, иди в мантуль в колхоз. Пошел я в мантуль. Меня водовозом сделали. А деревянная бочка? Ночью разбудили, давай скорее. А где там ночью-то? Пока там лошадь поймали, пока запрягли. Это надо ехать на пруд, начерпать ее. А деревянный дом, там только успели все. Никто из людей не сгорел, успели выскочить там в нательном белье. Дом сгорел до тла, и вся скотина, ничего не было. А приехали на лошадях, там эти гости-то. Сваты какие-то. Несколько лошадей, там 2 литра лошади было. Там корова была, теленок, свинья там. Все-все погорело. Все жареное лежало. Куры, восемь. Поэтому пожар это очень страшное дело. Будьте очень бдительны к этому. Если на улице какие-то емкости, надо налить водой. Сейчас уже не замерзает сейчас. Надо налить водой, чтобы хотя бы на первый случай, чтобы было, по чем говорится. Залить-то, если где-то что случится. Ну вот это самое такое. Опасное. Теперь ко всем. У нас это есть и в уставе написано, что пилить какие-где деревья. Значит, согласование со старостой, с батюшкой. Кто где пилит в околке, убирает там варежник или сухостой. Помнить нужно, что живем мы не последний день здесь. По крайней мере, мы надеемся, что не последний день живем. Вот. Поэтому нужно более быть таким, что после себя не оставлять. Такое, что лежит вот дерево, допустим. Как он есть, обрубил. Вытащил в серединку. А как сучки лежали, так и лежат. То есть по околку даже не пройти. Делайте так, что обрубили сучки, которые мелкие, в кучку где-то между двумя деревьями, в кучку сложили, чтобы соблюдать. Так вот надо. А не так вот. Я посмотрел по околку, прошел. Ну так не годится. Надо более аккуратнее что делать там. Крупные сучки, чтобы обрубили это все на дрова. А мелкие сложить, чтобы они не валяли. Ну в околке мы сами ходим потом где-то. Вытащить надо, да? Не надо вытаскивать. Там они сгниют. Ну собрать их там между этими, сложить где-то и все. Так, к празднику на улицах нужно также навести порядок. Золу, ну сейчас он будет, немножко подсохнет, значит. Золу вывести, где мы у нас валим на улицу. Золу, значит, убрать. Ветки там, особенно Романа, на усадьбе. Как-то этой ветки там какие-то в кучу или что там все разбросано. Тебя тоже надо как-то немножко прибрать. Которая тополя там свалила, ветки валяются. И как-то в кучу там собрать. Потом можно вывести будет уже оттуда. Вот так. То есть немножко хотя бы. Ну до 14-го еще будет же, дороги уже будут. И можно сразу на Вигвам увести все эти ветки. Ну да. На костер туда. Вот. Так я заранее что-то. Три недели не успеешь, как пройдут три недели. Это ждали когда, когда будет там что-то. Пасха. Уже неделя прошла. Пасха уже отпразднили. Пасха прошла. Неделя после Пасхи уже прошла. А там у Рождества уже скоро будет. И по кругу. Уже и так и это. Да как будут такие хорошие дороги, чтобы на машинах проехать? А то опять тянут. Я не знаю кого спросить. Давайте попозже может. 19-го сделаем. Чего? Нет. 14-го. Уже пригласили. Пригласили. А? Обычно в 1-ом мая сюда дороги были. Да. В 1-ом мае уже были. В 1-ом мае мы сюда дороги уже были. Нет. Ну были такие, что мы там мучились, проезжали. Ну такие. А люди там были. Уже будет 13-го мая. Три недели еще. Три недели. За три недели. На сегодняшний день вообще ничего не по дорогам. Ну сегодняшний день через два дня, если как хоть были ветер и с этой, то через три дня будет уже. Нет. Нельзя дальше. Надо из-за дорог делать позже на батюшке. А? К концу мая надо делать. Потому что дорог у нас. Помните как гости приезжают и мы едем. То на тракторах провожаем, встречаем, то еще мучения такие. Ну у нас и осенью бывает, что нет дороги тоже. Нет. Но это же в нашей власти попозже на недельку сделать. Ну мы сейчас не можем. Мы уже гостей пригласили на 14-й. Еще не пригласили. Пригласили. Уже пригласили. Уже кого позвонили, пригласили. Уже нельзя менять. Не надо. Все. Приедут, не будет дороги. Зажимай, приедут значит, одни легче будет. Так они поедут, а потом нам их разошли. Нет, дороги не будет. Мы узнаем, есть нет дороги. Те, кто едут на машине, позвоним, что можно не проехать на дороге. Ну с 14-го мая уже кто-то будет долгов убирать, будет, наверное, его подсолнух убирать уже и к севу. В это время уже сев вовсю идет. Наполовину сев должны закончить. Ну. Они-то сеют не так, как барабашки. Не до июля месяца-то. Раньше отсеваются. Ну да, если грунтовую воду позволит. Он не до сих пор у нас еще. И там какая-то другая снега. Ну. Она другая. Думали столько снегу, как и что, куда снег. Снег ставил. Даже по деревне ручьи не бежали. Интересно. А в погребе вода-то? Да? В погребе вся вода. В погребе вся вода. Так. Что еще? Что сказать? Что вам? Ну, все, наверное. Отец Якин. Дополнение не по празднику. Можно, да? Ну, конечно. Можно и выйти. С места говорить, да? Нет, я выйду. Лучше к народу. Давайте. Я год назад вызвался, устав распечатать в каждый дом. Почему целый год прошел? Потому что было собрание. Добавили новые пункты. Соответственно, мы это все сюда внесли. Поправили. Игнатий Тихонович тут отредактировал. Вот. Еще что-то добавил. И вот они. Я 10 экземпляров распечатал. Соответственно, в каждом доме теперь будет новый устав, новая редакция. То есть тут все прописано. Тут неотемлемая часть его. Вот. Поэтому, значит, ну, как-то там раздать надо, да? Мабу Серафиму. На дом. Да. Это ваш дом. Значит, ваш дом один. Андрей. Петлюба. Так. Матери. Держите. Ей. Да. Виктор, твой дом. Что еще? Катя. Катя, ваш дом. Так. И все. Это потом они приедут. Держит. Да, Катя занесет. Положен. Лежит лежать. Людмила Анатольевна, ваш. Ой. Не передавал. Ваш. Так. Это кто? Да. Петлю не передашь. Роман. Ну, они пока в одном доме живут. Будут дома. Я не стал. Какой смысл. Начали. Моськи не давали. А? Моськи пока вводят? Будет отдельно дом? Я говорю. Тут все посмотрите. Тут все понятно. Единственное, что только 41-й пункт. Инат Тихимирович добавил о том, что после ликвидации детского православного лагеря, значит, находившись на нашей территории, всемирно сохранить эти постройки для нужд деревни. Вот это 41-й пункт и все. А так там добавлен только под пункт, то что мы разбирали на прошлых собраниях. Значит, про мусор у меня есть предложение. Вот у кого есть трактора Т-16, допустим, ну вот как городе организовано, у кого нету, в мешках выставить мусор. И там кто поедет, потом все это скидали там за одну, за две охотки. Сколько мешков-то надо? А? Мешков, ну а как? Ну, мы всю зиму в мешках копили. Золотом. Вот. Это просьба, Роман, вокруг машины там мусор есть тоже собрать. Катя, ты Саше передашь вот этот участок, вот Додмухин, Додмух от вас, там какие-то мешочки тоже, пусть посмотрит, ладно. Вот. Потом у нас в этом году рыбный вопрос, как бы, не то чтобы назрел, а предложение по рыбному вопросу. Значит, чтобы там ситуация как в прошлом году не повторилась, есть предложение. Значит, рыба в этом году стоит 450 рублей, карп за килограмм. Значит, мы едем, допустим, кто будет участвовать в этом, кто хочет в килограмме, ориентировочно 25 штук годовалого карпа. К осени он вырастает, и мы его ловили до самого нового года. То есть, ну а потом вот не выловили там, погиб. Да, погиб. Значит, есть предложение такое, допустим, я хочу карпа, 450 рублей там или 500 заплатил, 25 рыб карпы мои. Вот, и все. То есть, я уже ни у кого не спрашиваю, я уже по-честному там себе ловлю, и чтобы никому там, ну, никаких не было претензий. Допустим, я не ловлю, я там говорю, ты ходишь, ловишь, иди там мою рыбу там лови тоже, потом мне отдашь. Вот. Вот. Я думаю, так будет по-честному. Ну а как? Чтобы не было никаких вопросов. Нет, но ты мою рыбу будешь ловить, а для одного себе, одного мне. Нет, я говорю, если я рыбу не ловлю, а другой, допустим, живет возле озера там или где-то на берегу, вот, я говорю, ты лови мою рыбу, потому что мне некогда, потом, ну, мне принесешь, ему хорошо. Ты свои померь. А? Нет, а ты уже, вы вроде тут все верующие, поэтому каждый будет, это, считать сам. Чтобы не было никаких нареканий. Следующее, вот. Нет, ну так не пойдет. А первый пункт ты сказал про трактор, и надо обсудить, кто за... Ты про отряд все говоришь. Первое сказали про трактор, про мусор. Какие, какие предложения, может кто-то не согласен. Ты вот сказал... Ну, вот Игоря нету, Жень, только у тебя и у Игоря трактор, и все. Я буду вывозить сейчас свою. Как? Пока свою не вывезу, у меня... Саша трактор есть. Нет, ну а как вы предлагаете, чтобы вот человек поехал на тракторе, увидел тут мешки стоят? Да нет, ну централизованно, допустим... Тебе надо взять трактор и вези. Ну так же? Можно так, что, допустим, я беру трактор, везу, я тогда всех оповещу, или там скажу, что я завтра вывожу мусор, допустим. И все, все выставили... Да что думаешь, в один тракторенок только твой мусор войдет и все? Да нет, ну у меня там сколько мешков... Не, ну у кого-то много, это уже отдельно надо. Если собирать сейчас вот это... А если в течение лета, то потом... Нет, здесь так... Как говоришь, что... Саша взял, значит, вывез... Мне нужно, допустим, мне два-три тракторенка надо будет вывозить. Вот, и у нас... Если мы везем, то у нас там полный, да? Я не везу, да? Будут мешки стоять? Ну я... Дело-то везу, что у меня нет там... Как-то там... Брал я вон у Стиновых там, брал там... Мешок, несколько мешков там, коробок. Ну если место и позволяет? Ну да. А если у тебя доверят? Понятная идея. Понятно, что если место есть, то, значит, там... Приедь, там... Остановись на две секунды, спроси, есть мусор или нет. Это... Уже нет. Это оставлять надо. Это надо не так. Да, оставлять его... Это быстрее... Игорь отправил, Ирюма быстрее не вывезет. Он будет к тебе... Это специально, подъехать к тебе, загрузить... Опять это... Нет, это отдельно. Тебе надо? Ты пришел, взял трактор и поехал, возишь... Ну, допустим, у меня мало мусора... Ну, а у тебя нет трактора... Что это удобно делать, то просто МТЗ взять... Большой телегой и туда проехать... И все вместе тогда по одной... Да нет, 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 нет... На Т-16 там это... Нет, допустим, ладно, все. Если я поеду, я просто сообщу, тогда... Остальное время будет. Это... Это крупные хозяйства, у вас много мусора, у меня там 6 мешков, допустим... Я много мусора, у меня здесь сено, я увожу очень много... Другой вопрос, да. Это тракториемка в 6-7 увожу. Согласен. Предложение следующее, чтобы вот проголосовали. У нас пруд, который называется сейчас лагерный, бывший Камагориха, как бы, или бывший, он так и есть. Значит, это единственный пруд, который находится на территории нашей деревни, в котором мы купаемся, который мы можем контролировать. И там, не знаю, внутри вот эта жизнь, там куча всяких сикарашек плавает. Значит, предложение такое, чтобы тех, у кого есть птица, и, ну, животные, понятно, вроде, огородили, чтобы там никакой птицы не было. Вот. Теперь я хочу, чтобы проголосовали за это, то есть раз и навсегда. Гуси, утки, чтобы там не паслись. У нас тут нет птиц, не понял. Ну, было, Жень, было, до этого было, да. То есть, у меня предложение такое, мы там купаемся. Это единственное озеро, где мы купаемся, здесь, по крайней мере. Вот. И чтобы, чтобы ничего там не было загажено. А собак? А? А собак? Собака с человеком. Собака, она не гадит, как птица, понимаешь? Нет. Даже стояла флодовина, собакам купаться запрещено. Это должно быть. Как? Ну, не разрешают. Значит, не знаю, надо проголосовать. Ну, у нас это не стоячая, она все равно родниковая. Собак можно другой пруд водить. Имеет своими именем. Ты пошел, купаться и собаку. Конечно. Всегда собаку. Видишь, речь о том, что птица, допустим, она загадила весь берег, загадила мостик, по которому ты ходишь. Собака-то она даже там не гадит. Ты ее выгулил где-то у себя, она пришла там, покупалась, вышла, домой ушел. Все. Я не знаю, но как было я в детстве позже. Было... Все, несколько стали, все были там, все купались, вода была чистая. Интересно. Все гуси плавали там, стадо одно, второе, третье, четвертое. Но это не нормально. Гуси можно... И купались, а с берега прыгали вниз головой. Вот парни. Даже не задумались об этом. Раньше воду пили из озера, и зареглили. Она больше стекала, поэтому она уходила. А сейчас поправим. Ну, так вопрос. Правильно, это не надо. Если купаться, значит, она должна быть чистой. А это было уже запрещено, что никакого водоплавающего птица в этом... Нет, в уставе просто этого не было. В уставе этого нет. Каждый устав, каждый... Нет. Мы за замечание. В этом, значит, ни птица водоплавающая не должна. Вот сюда гонять, и на это озеро можно гонять. Здесь вода много. Собаку можно даже... Да. И там... А что-то уже воду не забрать? Можно, берите. А? Можно, да? Можно. Сейчас мы не брали, то и рыбу запустили. Она не выжила там, рыба в этом. Теперь сюда не будем запускать. Она все равно не выживет. Мелко. Вода убивает, у нее родников нету. Там в том озере вода поддерживается. Там родники бьют. А здесь родников нету. Там кислорода не хватает. И она еще летом сдохла, рыба-то. Здесь, да. Здесь, да. Здесь, да. Правильно. Тина затянула. И она... Вот. Ну, просто вы говорите, этот вопрос уже принимали. Я вот лично его не слышал. Не знаю. Ну как? Спроси тетю Любу. Принимали. Тетю Любу. Гоняли твои гуся оттуда? Гоняли твои гуся оттуда? Было сказано, чтобы там гуси не ходили туда? Ну, в прошлом году говорили. Да. Ну вот и все. Я не помню, что дядя Игнатий сделал. То ли он их наоборот пустил, то ли их наоборот. Он наоборот пустил и сказал, я прокошу там, пусть они вот туда-сюда их гоняли. Нет. Он оттуда вызволить их не мог? Нет. Нет. Уходили. Он наоборот туда заставлял гоняли. А мне сказал, говорит, что они вытянемы. Нет. Вот чтобы не было, вот такие там, помню, не помню. Устав это не будем носить, но чтобы было понятно, допустим, там. Потом еще один вопрос. Позвонил мне один брат с города и говорит. Значит, у меня, говорит, есть клиенты в городе, там какой-то газовый институт. Вот, в общем, то ли программа, то ли что. Газ тянут с города Барнаула. Сюда, значит, газом обеспечивают все деревни. Вот, говорит, я, говорит, Игнатий Тихоновичу говорил, он отказался. Не, не секундочку, я просто пообещал это рассказать. Значит, он говорит, он отказался, что газ взрывается. Ну, говорит, представляешь, газ это будущее, это будущее наших детей, там все. Вот, говорит, ты вроде там горячая голова. Я говорю, да ты, говорю, это давай по сути. Я догадываюсь кто это. И, значит, говорит, нужно там заявление написать в администрацию. Я это воспринял сразу как бы скептически. Почему? Потому что есть, допустим, уже случаи, то есть я сразу позвонил Роману. У Романа там протянули газ. Я говорю, сколько это стоит? Ну, допустим, у нас, может быть, цена другая будет, там немного или как-то. Он говорит, к нам протянули, у нас четыре общества, две тысячи человек. Газ тянуть там несколько миллионов. Вот. Вот они дотянули, допустим, вот так. А чтобы в дом завести триста тысяч. Вот. Ты, говорит, посчитай, сколько, говорит, тебе нужно прожить лет, чтобы окупить эти триста тысяч. А мало того, что другой человек говорит, что они цену газа подняли, там, за год или за год, что-то процентов больше ста. То есть, ну, не бывает такого. У нас инфляция-то какая там, допустим, там, сколько там процентов? Четырнадцать или десять. Вот. И, то есть, газ вообще нецелесообразный, я считаю. Это единственное, что только комфорт. И, как бы, он не нужен там. Ну, и соображение безопасности, то есть, я... Это только номер даже по материальным. И, кто будет сюда тянуть, если было нас триста, допустим. Так вот, ты говоришь, что десять дворов, как бы, да. Будущее... Я не вижу в этом будущего, ни наших детей, ничего. Не надо время терять разговоры. Не надо. Дорог... Я просто помещал, что я скажу, и я говорю... У нас всё есть. Дрова есть. У нас есть газ, баллоны. Уголь есть. Уголь. Электричество есть. Да. Ну, это очень хорошо. Это неверно. Без газа обойдёмся. Да. Потом следующий вопрос, значит, большая просьба заделать аккуратно дырки. Берёзы, те, кто бери это... Да-да. Берёзы, где брали, значит, все дырки заканчивались заделать пластилином или варом. Варом, садовым, варом. Варом, садовым, варом. Залеплять эти дырки, не оставлять так. Закончил, убираешь, когда банки уже всё, то дырочки залеплять садовым варом. Чтоб на будущее, чтоб всё это осталось потом. Вот. Потом есть очень у меня, как бы, такая нужная, интересная информация. Я сначала думал, что она чисто для родителей, но потом понял, что для родителей в первую очередь... Садовым варом. Садовым варом. Закрывать дырочки. Садовый вар есть, продаётся вар, как пластилин, такие. А если нету, то чем ещё? Ну, чем-то, я не знаю. Глиной замазкой. Глиной замазкой можно. Глиной замазкой, оконной замазкой, чем-то. Понятно. Плевочку заткнуть и туда, чтобы... Информация у меня. Значит, родители, в том числе у них дети. Бабушки, дедушки тоже общаются с внуками. Даже холостяки общаются с детьми, в итоге как-то соприкасаются. Так вот, вот, значит, прежде чем я хочу сказать, такое предупреждение. Вот то, что я сейчас скажу, не вздумайте перевернуть мои слова, информацию. О, ты так это говоришь, ты. Не вздумай перевернуть. Почему? Я говорю, почему? Потому что есть люди, которые обязательно перевернут. Ну, то есть уже свободы. Нет, в смысле? А? Я сейчас объясню, как я говорю. Ты говори, как есть о чем. Я что говорю, вы не смеете меня критиковать. Не критиковать. Опять не то. Я говорю, что кто? Есть люди, которые все переворачивают и извращают. И вот это я говорю, кто будет так думать, грех просто на их головах будет. Значит, за что я говорю? Всем понятно, что дети – наше будущее, да? Елена Анатольевна, помните, после службы, когда мы вышли перед Пасхой, вы спросили, надо ли, значит, подарок на Пасху моим детям? Твоим детям? Да, да. Ну, в смысле, ты будешь участвовать в подарке? Я говорю, что там будет? Вы говорите, ну, шоколадка да яйцо. Я настолько устарел, что я думал, яйцо, ну, вот это пасхальное яйцо. Которое покрашенное. Да, 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 вот, а это, оказывается, речь шла про шоколадное яйцо. Значит, еще раз говорю, не перерывайте информацию, почему? Потому что тот, кто сделал этот подарок, просто низкий поклон, спаси Христос, что человек поехал, потратил время, деньги свои, все, я сейчас не о нем говорю, я говорю о нас. Когда пришли подарки и открыли, кто был советником или как состав этих подарок. Все шоколадки, вот эти все, сникерсы, марсы, все гмошные шоколадки, вот это яйцо. То есть, если кто-то не думает о своих детях, ну, как бы, или там, нас, взрослых, уже поздно лечить, уже реально поздно лечить, зачем мы травим своих детей прям в открытую. Достаточно было одной шоколадки, плитки какой-то. Зачем купили баунти, твиксы, то есть, я сам их не ем. Информация вся в интернете, это страшные шоколадки. Страшные просто. То есть, получается, там, не знаю, городские своих травят. Ну, пусть травят, я вот не хочу своих травить. Если до кого-то это не доходит, несмотря на то, что они там взрослые родители. Ну, вот я говорю, что это вредные шоколадки. Детям достаточно было одной шоколадки, плитки, она менее вредная. Допустим, еще там что-то, не знаю что. Ну, просто нельзя так, честно. Вот у меня дети маленькие, если у вас все взрослые, ну, может быть, просто никто об этом не задумывался. Я об этом задумываюсь. Ну, мы с детьми спрашивали у взрослых детей. Это было желание детей. Это дети. У взрослых детей. Вот видишь, у взрослых детей. Которые вообще ничего не шаги. Просто как-то разговаривали про то, что, может быть, ты сам делал? Нет, не то, что сам, но то есть пожелание, значит, нам нужно зараньше, зараньше говорить, обсуждать. Видишь, когда меня спросили, я говорю, что там будет, там шоколадка будет. Ну, ты подумал, яйцо, а для них яйцо, это. Для них яйцо, это дети только из-за яйца. Ну, дети, я не понимаю, здесь надо... Знаешь, дети, взрослые дети, пусть они сами покупают, взрослые. Все, я говорю, их тоже уже лечить поздно. Вот, меня лечить поздно, потому что... Ну, как сами, тем более батюшка вообще это подарит, как получается. Ну, я, да что, вы сказали, что... Паша, ну, по шоколадке купить, да и все. Батюшка подарил, так-то все. Нет, ну, если так, смотрите, вообще весь шоколад все вредно. Сахар вредный, столь вредный. Нет, 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 нет. Я говорю, есть даже плитка, даже плитка, она менее вредна, чем вот эти вот сникерсы, баунти, всякие, марсы. Кто тебе сказал? Потому что там... Ну, почитай, Женя. Женя, ты постоянно в интернете сидишь, ну, почитай, ты че? Да, на везде все так добавляешь. Любой шоколад, вообще, в любом шоколаде... Женя, есть менее вредный, который, допустим, можно, знаешь? Я бы менее, менее вредный. И на техночку вообще я не кушаю шоколад. Ты понимаешь, что если я знаю конкретно что-то, то есть, естественно... Хотя, если я буду голодный, я, естественно, съел. Давайте тогда как-то вот это организованное решетки. Потому что было пожелание детей. Каких детей? Ну, детей, я говорю, взрослых, которые... Ну, у нас уже дети уезжают, так что теперь у тебя... Не затягивай, значит, в два раза сейчас нужно будет... На будущее. Общее заказное... Что покупать? Уже... Ты хочешь себе один изделать? Нет, нет, нет. Мы все поняли. Ну, следующий вопрос безопасности, то, что наступает лето, опять будут ездить всякие люди, поэтому... Ну, там, проявить внимательность еще раз. В прошлый раз случай такой в субботу, я работал у себя, и Нива белая, по всей видимости, пьяные охотники, вывернули вот отсюда из-за Игорева, значит, гаража. Вот так понеслись на всей скорости по деревне. Уже вот сейчас, что ли? Нет, я говорю, это в прошлом году, вот, было. Вот, соответственно, я вот так с вилами стою, даже стоим, умошу, он на меня прям потом раз так резко отвернул. Ну, то есть видно, что пьяные, и туда, в сторону лагеря, завернули и улетели. Номер заметен? Нет. Ну, номер заметен, нет. Было нереально заметить, почему? Потому что была пыль, мне было сначала... Мы можем перекрыть. Есть возможность дороги перекрыть, но имеем на это право? Имеем. Право имеем, просто... Я спрашиваю, надо сделать шлагбаум, но никто у нас не было ни сварки, и некогда кому-то делать. У кого сварка есть, тому некогда делать. У меня даже есть ключевая проволока, я думал, брать не брать долго, но взял. То есть есть проволока, есть ледо, есть сварка, все, есть генерал. Нам просто сделать шлагбаум, сделать здесь шлагбаум, там и там шлагбаум сделать. С этой стороны, которая хотя бы три шлагбаума сделает. Три? Можно сделать под ключ, каждому владетелю подключить. Конечно. Проехал, закрывал. Ну, возьмите, давайте сварим шлагбаум. Хотя бы в ночной период закрывать. Ну, давай. Я думал, есть трубы, если я... Только если делать бачка шлагбаума, надо обязательно светодотражающие делать вещи. Потому что не дай бог, чужок как заедет, он врежется, вы еще будете виноваты. Да, с девушкой. Надо его регистрировать как-то, потому что это... Да не как-то, если надо его регистрировать там. Ну, мы едем, ты из Барнаула едешь, шлагбаумы стоят. Какие там... Ну, светоотражающие, как бы, есть же, битые там эти, прилепил там... Да не, они продаются же там, или наклейки, или что-то. Наклейки сделать, это нельзя, он как-то, я не выяснил. Мы вот, чтобы бог дать следующее... У нас есть какой-то, это, старый пиджак, с железнодорожников там, в полос, в полос. У него далека, видать. Да не, есть железяки, которые продают отражающие. А от шлагбаумов еще там, может, метров там по 20, можно проволоку колечить, чтобы наверняка шлагбаум не объедет. Потом, потом, Бог даст, следующим шагом, вот устав сделали, сделаем мы эти таблички новые, обновим. То есть я тоже это возьму на себя. Хочу, значит, со всех сторон, чтобы вот новое было, прям, поселок Потеряевка, что курить запрещено. Допустим, на озера поставить, что там, охота, стрельба запрещена и так далее. Сделайте, это сделали, мы сделали, прошло уже многое. Давайте, вы сейчас, молодец, делайте это. Поставьте новые таблички, при въезде везде сделайте. Это не так, да? Делали это, подкрасить там, не подкрасить, сделайте это. Мы не будем напечатать. До дня деревни сделайте это все, обновите таблички. Нет, 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 до дня деревни не получится. Я хочу, я хочу железный столб, это будет напечатано на пластике. Тя, это не так просто. Ну, поставьте деревянный пока, да не надо. Да, ну, ты роман, не все, да ладно. Пусть стоит там. А вы, если ты придешь, тебе железный столб, они будут. А? Железный, ты поставишь столб, тебя вытащат, и выталон, ты так сделаешь. Не, ну, как понять, ну, запетонированный, как вытащить? Не, 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 то есть мы это ставим конкретно, а столб железный. Ладно, если запетонировано, разберемся, давайте дальше. По территории хотел, вы бумажку можете показать, нет? Ну, это сейчас ни к чему. Тоже ни к чему. Ни к чему. Ни к чему, потом не разберемся. Ну, что сейчас будем разбирать это? Да нет. Ну, блин, уже ты больше полчаса, хватит, давай. Опускай, говорю, чего вы. Вы постоянно торопитесь. Вот вы уже наторопились уже на лет 20 разбирать то, что вы наторопились. Ну, потом. Что за явлением в посовке не было? Ну, ты что-то тянешь, тянешь, тянешь. Ну, как конкретно это, 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 нету. Нет, нет. Как конкретно, мы решаем, мы собрались. Ну, в шоколадных яйцах, посчитай, 20 минут, разумеется, шоколадные яйца трещем. Ну, ну, не те подарки, другие, вреда не надо, будем обсуждать подарки. Дальше пошло. Обсуждать. Все, если по территории не обсуждаем, последний вопрос, у меня предложение, чтобы мужчины все остались. У меня есть некоторые предложения, буквально там на 2-3 минуты после собрания, именно для мужчин. И все. И все, хорошо. Кое-что обсудим. У меня тоже какое-то замечание, пожелание по поводу собак, чтобы хозяин всегда был собак, чтобы собак не отпускали вот так вот бегать, гулять, чтобы они бегали по дворам. Потому что, ну, прибегают собаки, гадят прям, ну, неприятно, особенно зимой, на крыльцо могут. Ну, знаете, каркабили такие. То есть, я сколько раз просил уже, ну, как ты можешь тоже сделать это его. Сословать будем, сословать. Или на привязи, чтобы она была с хозяином, а не так, чтобы она первого предпосределения. То есть, как-то вести это в пусках. Ну, у нас есть в уставе скотина. Ну, нет, ну ладно, убежал, но это постоянно, чтобы не было. У нас есть это в уставе. Ну, ты знаешь, сейчас собака пошел прямо ему. Скажи, что... На крыльцо положил то, что она тебе положила. Как бабушка пошел? Бегать или каждый день звонит. Ну, это понятно. Я согласен, но у меня один раз... Как скотина бродила, так и было. У нас есть 20-й пункт о том, что нельзя скотине бродить. Есть 26-й пункт, что, говорит, если увидел скотину отвязавшуюся, то есть, как бы, бывают такие пункты, когда-то скотина там подкопала, вылезла где-то что-то. Речь идет о злостном нарушении, о постоянном. Вот. То есть, если случилась случайность, то как бы ладно. Они на что отпускают, чтобы не отпускали собаку. Без присмотра, отпускать по-можно, но чтобы следить. Или ты вместе иди с ней, или, то есть... Я думаю, по деревне вообще можно на привязи водить, а где-то уже за территорией деревни отпускать. Чтобы она не забегала, они, естественно, помечают там все. Это неприятно. Это, конечно, будет. По деревне на привязи водить, а там уже это... У меня тоже вопрос. Батюшка, правда, что Игнат Тихонович купил горбуновский домик? Ты что, хотела его покупать? Нет, я не просто хотела покупать. На этот дом действительно был желающий человек. Для того, чтобы свой дом оставить внуку. Это раз. Во-вторых, у нас же тоже в уставе говорится, что мы в первую очередь берут дома, которые живут в деревне. А Игнатий Тихонович у нас не постоянный житель, он у нас дачник. А теперь возьмите, у нас вот сейчас Горбуновский, Саманный, Дмухинский, Оськин домик. Дальше идет Калашниковых, Павлов и его этот, кто она там, балерина-скворечник. Восемь домов в середине деревни. У нас зимой эта середина мертвая. Так, кому тебе нужен дом? Мне не нужен, нужен Нине Васильевне. Нине Васильевне живет. Она хотела в этот маленький перейти, а свой отдать Сашке. Ну, об этом разговоре нет. Я разговор слышу только от тебя еще. А дома эти, которые были люди уезжали... А она сейчас вот приедет, и все равно на очередном собрании этот вопрос поднимется. Ну, когда приедет, будет вопрос, тогда поднимем этот вопрос. Сейчас тебе... Зачем ты поднимать? Ну, просто... Пока не было об этом разговора нет. Дома все, которые есть, мы сохранили, взяли. Для того, чтобы кто-то будет приезжать, жители, для этих... И сохранили эти дома. Никто не брал. Были у него... Вот он приехал, житель. И они хотят, чтобы объединить территорию. Нина рядом и Саша рядом. Владимир Александрович, разговора об этом еще не было. Никто с такой просьбой... Ну, когда будет, мы будем разговаривать. А тогда поздно будет. Надо сразу же это... С кем разговаривать? С тобой? Да почему со мной? Ну, что... Ну, а кому нужно? Тот, кому нужно. Еще разговора не было. С этим вопросом не обращались. Да боятся обращаться. Потому что, как что не скажешь, так все против. Ну, вот и все. Ну, тогда с кем мы с тобой будем торговать? Ну, Игнатий Тихонович продаст. Продаст, он взял. Взял, может он это самое продать. Или что как-то. Вот тогда, говорится, просто без всяких эмоций. Действительно. Ты зачем сейчас вот наступаем? Когда не было разговора об этом, не было. Игнатий Тихонович сказать. Ну, приедете, поговорите. Не, не, если он... Странное дело, он приедет поговорить. Странное дело. Никто не... И вдруг поднимаетесь. Вот и вновь тех же доходит. Ну, ты почему, когда выезжаешь, ты бы взял, заплатил? Скажи, я этот дом беру. Почему не заплатил? Я нечем платить. Чего бы я там? Ну, тогда зачем поднимаем? Ну, потому что он приехал, вопрос стал. Ну, мы тебя ставим просто в известность. То есть сразу как-то вот он... Я об этом знаю. Во-первых, это Горбуновский домик, во-первых, я взял. Потом ему перешло. Он вернул деньги за это дело. Все. Мне нужны были деньги для дела. Все. У него были свободные защиты. Дали. Да, это его было. Тот Малютинский взял, никто. Все. Что, стоял бы там просто так? Кто-то. Сохранили. Будут приезжать люди, значит, будем тогда решать. Конкретно, кто, кому это нужно. С тем и будем вести разговор. А вы понимаете, вот шумите. А вот он-то это... Наступайте. Нехорошо так. Не надо. Ну, да, конечно. Меня это не касается. Не тебя это касается. Какое-то. А если кому люди, они... Еще разговоры у тебя. Вы уже наступаете. А вот он не отдастся, он не отдает. Разговора не было бы. Зачем ты заранее? Он не отдаст. Я смотрю, он поднимает вопросы. Ты сразу глушишь. Зачем торопишься? Мы на собрание собрались. Значит, поставить действительно вопросы, действительно серьезно. Он правильно сказал. Ну, кого не устраивает это, если считает, что это все полезно, пусть берут. Давайте так, индивидуально. Вот я приношу вопрос, вернее, это предложение. Каждый составляет свой подарок и преподносит на риске. Каждый. Вот моим детям вот то, то, то. Вот такой подарок состоит. Каждый. Ну, конечно. Нет, тогда вообще будет. Ну, тогда решать. Надо решать. Мы совместно будем обсуждать. Мы уже. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Дети выбрали, вы купили. Опять. Опять. А мусор, я так и не понял. Как, скулья, что? У другого много, у одного много. Вот у нас, допустим, мешок только за зиму. Собрался и все. Ну, смотри, мусор так. Бусор выехал. Как ты будешь вывозить это твое дело? Ну, вот и все. Вот и все. Начинают решать. У кого что? Я буду ходить. А у тебя сколько мешков? У тебя сколько мешков? Да он предлагает не о том. А то, что, допустим, мешочек ставить, то около коленки поставим мешочек. Ну, у тебя есть, если там 2-3 мешка или 5 мешков, я еду. Ты вышел, я погрузил, забросил, наверх. Вот это он и речь. Ну, все когда так делали, 20 лет делали, и вдруг вопрос спроси. Допустим, Лена Анатольевна, это говорили, а что он будет останавливаться на каждом двору? Ну, сейчас же только скажу. Да нет, это я отдельно возьму трактор, у меня мало мусора, и я проеду. Ну, все отдельно. Я полно еду, я не смогу. Ну, естественно. Если было, то есть, главное, нет. А если там есть... Слушай, такие вопросы вы начинаете. Даже у тебя много. Пришел там трактор, Жень, можно я там отвезти? Ну, пожалуйста, вези. Ну, или другой кто-то пришел. Если бы общее, вот, например, около храма мы убираемся все вместе, тогда, да, централизованно. А вот мы уходим в зал, мы все вместе собираемся, все, у кого техника, у кого что, кто общий. А каждый свое дома, значит, каждый. Ну, о чем прямо какие-то... Просто, просто, тядь, вся жизнь наша складывается из мелочей. Вы посмеялись над депутатами, которые рассматривали вопрос, как установить умывальник на рынке. Ну и что, это нормально? Да это не... Для вас это вообще ерунда, тядь. Это мелочи, с которыми складывается жизнь. А почему? Понимаете? Зачем эти мелочи? Они накапливают. В смысле, как накапливают? Так вот, мы здесь собрались, чтобы их разобрать. Мы православные, мы считаем жития святых. И чтобы эти жития святых, мы видим, как? Преподобный Сергий Радоневский, почитаемый и старобрядцами и православными. Святой. Так, как он жил? Он грузовал ночью и видел там где-то у брата возле кельи там мусор. Он потихоньку убрал. Пришел там, дрова кончились. Он принес брату потихоньку, положил дров к этому и ушел. Чтоб никто и не знал, что это... Они долго говорят, кто это делает, не знали. Это Игумин делал. А мы два мешка мусора и теперь решаем нас собрать досыта. Да подъехал, взял, ты видишь, что, допустим, Нина Васильевна одна, что-то Люба одна, ты взял тракт, а ну-ка я поеду, да и привезу. И все, разговор его об этом даже. Стыдно об этом разговаривать. А мы разговариваем там, кому два-три мешка мусора увезти, кому там дров привезти или это. Мы об этом должны заботиться. Мол, если у тебя сила есть, видишь, она одна уже не может там дров привезти. Нагрузили там где-то, нарубили, привезли, да вырыли. Это наше, как говорится, человеческое, христианское дело. Если есть действительно сила и есть возможность, то почему бы нет? А вот и все. Каждый загружен, ну... Никакого, никакого, что да, есть вопросы, есть вопросы, они должны здесь решаться. Мы не такие вопросы-то решать, решать. А как ты мешка мусора как? Да не, не решать, я взял, взял, вылез и выбросил, и все. Я здесь третий год живу, жизнь показывает, что вопросы не решаемые, все ходят за спинами, что-то там говорят. А не надо говорить. В том числе, вы говорите, боюсь там испортить отношения. Вот вы боитесь испортить отношения. Бойся и ты этого. Бойся. Бойся. Всегда. Всю жизнь. Вот видите, я не боюсь. Знаешь что? Друга легче потерять. Помнишь, такая песня есть? Спотнулся, говорит, конь на дороге. Не спеши винить коня, вини дорогу. И друг там что-то сделал тебе, не спеши быстро друга, говорится, винить. Вини себя. А мы так, а вот это... Нет, я просто не против порядка и устава тяги. Понятно? Если говорить об ответственности, можно у меня спросить. Я работал на железной дороге, я был в президентском полку. Я знаю, что такое. Парен. Вот и все. Я в армии был. А если нет, сразу тебя, как говорится, законопатят и будь здоров. Мы этого делать не можем. Рассказывали сегодня. У Шушуна есть рассказ там это. Помните или нет? Один, значит, с пьяным, пришел домой-то, пьяненький. И что-то взмелькнул. Видит, образ с бородой. И он показывает, святитель Николай. Он, отче святитель. Да ты как же меня посетил-то? Да как же это? Ой, да ты там близко к Богу. Так ты бы помолился, чтобы мне какую-то должность дали. Ну, прокурора нет. Хоть не генерального, а хоть районного прокурора, чтобы мне быть. Уж я бы тогда тесто законопатил. Его это. Ух, я бы его там это. Он мне там. Жена вроде бы. Жена не нравится. Плохая жена попалась. Там ругается. Он пьяный. Приходит домой. Ну, а святать настал. Он клянул. А это тесто. Пришел и сидит в углу-то. Тесто. А честно ему тогда, вот тебе, прокурор. Два его фигу показывает. Понимаешь как? Ох, спасибо. Не ошибиться это. Ладно. Более важно мы переходим. Хватит. А то вот здесь. Алексею надо давать в конце. В конце. В конце собрания ему всегда надо давать слово. А то он вылезет впереди. И того это заявление поступило. А уборку не будем наводить перед территорией, там в храме что-то будем? В храме? Ну а что в храме? Я не знаю. Помыть хотя бы. Ну помыть может быть, где окна промыть. Да там стены хоть может быть. Стены может помыть. Да не надо. Копоть размазать. Не надо. Нет. 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 Просто этим пылесосом пройти по этим паутинам тебе собрать. Вот только паутинам. А копоть не соберешь. Окна, окна, где видно, что это снаружи может быть там протереть. И снутри все. Рамы не надо выставлять. Нет таких пылесосов, чтобы копоть собрать. А? Нет, нет. Паутинам. Паутинам. Нет таких пылесосов мощных нет, чтобы можно было собрать. Ну да может быть и есть где-то, но я не знаю. Так как никто не делал. Ну вокруг храма это, здесь школьники. Виктор Николаевич, организуйте, чтобы вокруг школы, храма было прибрано все. Уже там уроки физкультуры, там у вас что-то труда какие-то есть. Да у вас нет уже ни физкультуры, ни трудов, ничего нет. Ну так сделайте. Как это сделайте? Ну вот надо убрать урок физкультуры, убрать. Его убрали уже. Так, поступило заявление к нам. Мы православная семья Козловых, православный христианин Сергей Георгиевич Козлов и православная христианка Татьяна Ильинична Козлова Обращаемся к православной общине имени Анфима Никомедийского 302-й год, время казни отгонителей Поселки Потеряевка, Мамотовска района Алтайского края Просим принять нас в члены вашей общины Пока без вида на жительство на территории деревни Потеряевка Но не исключая такой возможности, что мы сможем стать полноценными жителями деревни в будущем Обязуемся добросовестно исполнять устав общины, быть полезными в служении людям и Богу 12 апреля 2017 года Козлов Сергей, это парализованный, который 14 лет уже лежит В каком городе? В Воронеже В Воронеже Город Воронеж И как он представляет себе это дело? Ну с членом общины это здесь ничего Просто он с членом общины как бы числится у нас сам Ну а Игорь Лондон пишет, что возможно переехать Ну это пока без возможности, мы не знаем это А смысл в этом какой? Ну Он вон воронеже и здесь В общем община здесь, он сам в Воронеже В этом нет препятствия Может быть и членом общины, может быть и в Америке А членом общины быть этой считается А он там в Америке Ну член общины для того, чтобы как бы исповедоваться, причащаться что ли? Ну причащаться он может там Нет, это деревенская он же Нет, именно это Церковная община Питается как мои духовные чадо Ну смысл это в общем-то в чем? Если он причается там, живет он там Ну это для него защита Для нас может быть в этом нет никакого Это лично для него Нам от этого какой ущерб? Нет, я смысл Ну вот мы, ты не понимаешь, он понимает Это чисто для него, что ли? Это для него Он считает, что с леном общины будет И это ему, значит, будет более, как говорится, полноценнее Он может себя реализовать Дуполно А почему к нам потеряют плане? Ну, почему так и землю Потому что он говорит, что с возможностью вдруг переехать Да, с возможностью переехать А соответственно переезда, я не знаю об этом Нет, это, ну, кто знает А сейчас все возможно Поэтому А вдруг его Господь поднимет, садра болезни Вот еще, один из вариантов Так, ну и что? Принимаем? Хороший Ну да Жить нехороший Он столько работает на духовной неге Скажу что У него такая там аппаратура, что у вас никого такого нет Он может, наверное, через космос или как там выходит У него все поставлено Он лежит, у него только одна рука чуть-чуть действует Он лежачий И он рисует иконы Иконы такие рисуют иконы Вот там монастыри покупают у него иконы Этот болящий Этот болящий Он ни рукой, ни ногой Только одна рука Он лежит, а ты рукой вот так вот А Данила Московского, это же его? А? Ну, у нас здесь и Данила Московского Нет, нет, нет Он же Божий человек А? Он же Божий, Бога служит Да Он такие беседы там проводит Вот, вот чтобы нарисовать икону Икона небольшая, вот такая вот У меня стоит Спаситель Нужно, говорит, сделать было 40 тысяч Движений мышкой 40 тысяч Раздвинуть Нереально, да? Это так Ну, а его он-то только Образ пьет А потом еще там на дерево Когда там это Ну, друзья помогают там Изготавливают на дерево Когда переносит Переносит Он сам-то не может Ну, вот Ну, у него там все налажено Налажено Все там у него У него Перед ним там такое Полокна Этот Монитор Или как называется Экран Такой он лежит на краю А здесь у него Этот Компьютер Он Все Ну, вот так Ну, в общем Принимаем? Это должны Да, идти Члены в общем Да, согласовался Я выбрал Кто за? Кто против? Кто против? Кто нас Священная община Это? Церковь какая-то Создает башня А? Он же в церкви Какая-то Создает башня Раз, два, три, четыре Ну, он И кому он лежит Он, я не знаю Там Восемь человек Ему надо вроде Какой-то там Священник видать Там что-то И когда исповедует Причащает его А батюшка крестил Я крестил Батюшка крестил Он вообще крестил Туда все Тут даже разговор Вы Это как бы Ваш Ну, что-то Все, принимаем Дадим тогда ответ Здесь, значит, нужно будет Ручкой поставить Это печать Должны печать поставить Так, а я не знаю Вашу печать-то надо У меня нету У меня? У меня только деревенская Ну, ладно Про коров выгонять Потом будете договориться? Так, коров когда выгонять Договоряемся, значит Когда выгонять Когда подсохнет И перед этим, значит Послужим молитвен Так, на тебе вот это Посмотрим, познакомимся Разберусь Это уже копия Оригиналы, видать, у меня сгорели Когда пожар был Вот Не, ну тут Тут это Потом с вашим разъяснением Потому что тут Вот, да У меня все равно Вам никуда Так что у меня Живут пока Да, чтобы понимать Вы же должны это передать Где-то Я просто почему Спросил, значит Этот Наши границы Чтобы мы четко понимали Где наши границы Живем здесь И мы не понимаем То ли это наше озеро Допустим, Рыжковское То ли не наше За что нам бороться-то Где вот вообще Где наши границы Хорошо, что мы не понимаем Пока по всем, где надо Поймешь Нет, я не про пасем Мы где пасем Там будем пасти А есть четко деревенская территория На которой мы там Не знаю Строиться можем Еще что-то Это сейчас Пасем он пасем Кулеба когда был Столбики вон стояли А, ну Они столбики стоят Нет, там на тукаите Остали Ямки оставили Ямки Остали Как дни же Там помогли Мы просим И много дальше Сейчас что творится Ге говорит Люди в деревне Последние деревни Жили-жили люди Там Давно уже деревня Она никуда не девалась И вдруг Оказывается Все купались Все в озере Оказывается Говорит А вот продали Администрация продала Кому-то говорит Сейчас я огородил хозяина Все жители К озеру подойти не могут По закону По закону нельзя А? А что? Можно Закон дает В аренду У нас даже не продает Сейчас Ни земли Ни В аренду Это должен обеспечить Доступ к этому К озеру Ну вот Люди жалуются Что не могут Там Валерий То же самое сделали Их заставили Сделать Бесплатный Досток Чтоб люди могли Подойти Там пожалуйста Размещай Там себе Там Закон А Давай Дома Строится Не унизят То есть Закон Ну еще Раз про землю Заговорили Вы знаете Мы же оформляли Свои участки Дома Да И сейчас Есть публичная Катастрофная карта Каждый человек Может на нее Зайти Там набрать Потеряевка И высвечиваются Наши участки Все Все И вот Как-то так Установили Что наши участки Ну где-то Сейчас скажу Завод Поле Игоря Вот это вот Где-то он сеет Вот здесь За лагерью За дорогой И до Первого мостика Вот мы там Все наши дома Участки там То есть Потеряевка Вот здесь Например А на карте Показано Что участки там Если мы захотим Продавать Ну к примеру Кто-то что-то Не имеет права Пока обратно Сюда не перенесет Этот участок Опять это деньги платит Опять это все Кто-то как-то Не именно конкретно Вот эти кадастровые инженеры А потом кто на учет Ставил Там еще что-то Ну в общем Но организация Это целая При чем здесь Кто на учет Организация Кто они будут Справлять Ну В общем Это вам к сведению Вы собрались Здесь уезжать Продавать хотите Если у нас будут Бомбиты Промахнутся Нет А что может Получиться так Приду Скажут Ваши участки Там Вы что здесь Идите туда Только знаете У кого У теть Вали Правильно стоит На месте А вот Виктор Еще почет От этого домика Он купил Который Опять его поставили Где-то Примерно где Катин Ну Где они живут В общем неправильно Опять Вот только ваш Правильно поставили А мой Ну ведь Смотри делали По-моему Ваш тоже Нет Точно не скажу Интересно Делали же Мама То это только Раз Мы вон там Все вон там Володя А Плосиков Володя Дом у вас Оформлено Нет? Нету Нету Володя не пришел? Володя не пришел А я на что говорила? Ну я же тебе говорил Говорю Володя скажи Что пришел И объявлял в храме Да она не скажет Дом У вас дом Оформленный нет? На Диму А? На Диму Полностью оформленный дом? На Диму Ну хорошо На Диму Но он оформленный или нет? Документы есть? Документы есть на дом? Навряд ли Да Навряд ли На Диму Нету Навряд ли Такие готовы Нету Так это получается Кому претензии надо? К этим? Кто кадастровики? Кто там делал? Нету Они говорят Что это не Мы виноваты Что мы правильно Документы надо посмотреть Ты покажи Принеси Посмотреть документы ваши Мамонтовский район Полностью все Правильно или нет? Все Именно Мамонтовский район Ребрихинский район Все четко говорит Там какие-то Заразы Кто такой Это устав Деревни Что делать? Как жить Там и в самом Мамонтово Все Люди Если хотят продать дом Пересечены участки Там все Если кто-то будет Так-то не оставит Не оставит Тебе надо продать Ты оформляешь Что делаешь Сюда Нужно С чего Мерой И все И тебе приходят Они все Переделывают А не хочешь продать Сиди Один человек Привез Второй Третий Если бы Все Все Да пойди Специально Да это специально Перепутали Чтобы здесь Никто продать Чтобы денег Чтобы никто Не уехал Чтобы людям Надо продать Билет в один Конец Правильно Батюшка Забыл Причем Придеть Чтобы уницией Для нее Взял Сиди Нет Просто еще Такой момент Что могут Посмотреть Так Вот она Потеряет В кого Сколько тут Свободной Земли То есть Эта земля Которую мы Оформили Она вон там У нас А тут Свободная Придеть Скажите Я хочу Вот этот Участок А он Как мы Доказывать будем Что Ну К примеру У тебя документы Есть Но только Ты вон там Там За дорогой Не заходи Потом они Нашли Разрели В чем На поле Женя домой Придет А люди Скажут Ты Что За Дорогой Нет Мы были Когда Он смотрел В архитектуре Мы были Он смотрел Нашел И к озеру У нас выходит Там-то озера Нет Пусть попробует Я был в Москве У племянника И он этот Мне показал Говорит Хочешь пока Посмотреть деревню свою По интернету Заходит Там Вот Все Прямо дома Вот это дом Вот оно Озеро Озеро Это озеро Озеро Охолочек Все прям как Будто бы я С высокой крыши Смотрю на все Все на это Все заметно Вся деревня Сверху Видала Это просто Со спутника Все Со спутника Доказано И там Где охолок Где все Вот они Там грибов не видно еще? Нету Нету Грибов Забыла Я номер где-то Списала в газете По телефону Принимаются Мачки Так что Много надо Принимать Много? Да много Они переработать Не успеют Да переработать Они по чуть-чуть Не принимают Почем принимают Не написали Почем принимать Почем принимать Занит Да Он МНДС Давай По рекламе Я номер записал Сегодня Значит Какая-то фирма Продает подрощенные Гусята Утки 1 Утки 2 Сорт Цыплята Бройлерные Простые И цена Ну цены не говорят Там телефон Только можешь позвонить Узнать У меня телефон Я списал Все равно Нам надо ждать Можете узнать Пожелает Не будете брать цыплят? Нет Нет? Да как же так Вот тебе раз Дожили Я сама как цыплят Сама надо ходить Хватит уже Ну а мы сейчас спросим А вы будете брать? Да заказали Да заказали А вы заказали А мне заказали А ты не заказываешь Еще по школе Ну когда дороги появятся Я думаю Централизованно Надо будет Давай 5 минут Сколько хочет А во флягу Сколько Ой Во флягу Там все так хаотично Они В фляги Выставляешь Тут мерят Быстро Тебе Выливают Туда Всех сюда Запускать Да Да Все Сюда Мы будем Пока Остановимся На карпе А потом Что-нибудь Можно Осенью Серкать Пошел 25 штук Нет Я предлагаю Порыбачили До осени А потом Перед зимой Именно седями Чтобы вычерпать Перед зимой Да Потом Вычерп Кто продаст Кто взломорозит В октябре С бредним Заходишь Почему? Если седями Перегорить Ну да Сети большие У меня сети есть Мне две сети Подарил отец Виктор Николаевич А если я возьму Килограмм 10-15 А потом Когда он подрастет Все Как вывали Ничего страшного Давай лучше Перепрошу 10-15 Охлажденого Остатки-то Ты будешь Вавить для всех А не для себя Вот что Не, ну вам Посчитай же 10-15 Нет, ну вы Представь Который-то Не все же выживает Может погибнуть Сколько Ну какой-то процент Давайте брать Сколько там А 25 штук Ну сколько Ну 2-3 Да нет, конечно А спускать Надо Ладно, бери Бери, Роман Килограмм 15 Ладно А там только его Одна рыба будет Киши Мы по полкилограмма Возьмем Одного карпа На двоих А что, прям ни одного Карпа нету Там уши есть Вообще Такие плавают На льду На льду На льду Что у нас На следующий год В 8 классе Будет 2 человека Исаак и Анфима Исаак и Анфим В 4 классе 2 человека Илья и Степа И еще 2 класс Девочку Вот 5 человек И подала И нам они Ну ответ Там Как бы Можно было Нагрузку на троих Нас человек Но они там Все по обрезке Сказали 2 учителя Только может То есть Если будет 5 От этих детей То всего 2 учителя Но Виктор В отпуск Может быть Уедет Ну в общем Пока 2 Но если вдруг То есть Либо детей Надо больше набирать Все равно 2 Представьте 5 Ну сейчас 5 было Нас было трое Если год 5 Если так же будет Будет То все равно 2 учителя Столком просили 9 класс Просили парня Я говорю Как его А? Нет Это точно будет Вы говорите Анфим Анфим Ну тем более Сейчас еще Говорят Анфим Не будет Она говорит Тогда еще Будет меньше Рассматривать Еще будут Урезать То есть Вот сейчас Я подала На 5 И то 2 Только учителя Оставляют А будут Они все 5 А сейчас Сколько Я не настаиваю Я ничего Не знаю А разговаривать Она разговаривала Ну и я Разговаривала И нас не против Лена Сейчас Сколько Учить 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 Сейчас 5 Учить 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 Почему Они не оставляют Так же Не знаю Сказали Что с этого года Во всех школах Ну вот районно Если в классе Меньше 5 детей То все эти классы Будут объединять То есть До этого момента Хоть 3 ученика В классе Все равно Как класс Полностью учили А мы-то Соединяли уже давно А еще никто Нигде не соединял А сейчас Будут объединять То есть Тут 3 человека Тут 3 человека Они будут вести Один предмет Тут сидят Трое Тут Ну как вот раньше Совместно Учить 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 Вообще Что-то Второй Четвертый Класс В одном Классе Сидели Пока Только Вот по терявке Так было Вместе Мы объединяем А сейчас Будут во всех Школах И пятидневку Сделали Во всех Школах Района То есть Это еще Меньше Часов Становится Когда Пятидневка Шестидневка Больше Математик А будет Пять Математик То есть Пятидневку Тоже По всему Району Делают Молодой Дневку Шестоленькие Так что Не знаем Пока Постановить Указ Срочно Повысить Уважаемость Нашей деревни Ну ладно Все Благодарю В те же Классы Моя Благодарь Нечистое Дева Радуйся И По Кирику Радуйся Твой Сын Воскресе Треть Дневе Над Гроба И Мертвые Возвину Вы Люди Селитесь Светися Светися Новый Иерусалим Слава Бога Господня На Тебе Восия Ликой Веселись О Сионе Ты же Чистая Красавица Богородица А Восстание Рождество Твоего Слава Тебе Христе Боже Назвать Милости К нам Ищедроты Отцу Сыну И Святому Духу Ныне Пресня Веки Веков Аминь Восьмой И Четвертый Секундочку Мужской Население Четвертый Чтобы было Пять Детей Чтобы У нас Недокор